Продолжается наш прямой эфир, а вы, пожалуйста, продолжайте просыпаться и слушайте нашу интересную информацию. Издательство про него выпускает журналы, киностудии снимают фильмы, фабрики шьют спецодежду, а в народе слагают анекдоты. Одно из самых массовых увлечений человечества – это рыбалка. И сегодня, во Всемирный день рыболовства, рады приветствовать в студии доброй ранницы Беларусь, начальника отдела контроля за охраной и использованием объектов животного мира, Государственной инспекции охраны животного и растительного мира при президенте Республики Беларусь Владимира Домбовского. Владимир Александрович, доброе утро. Доброе утро. Здравствуйте, здравствуйте. Вот знаете, говорят, что тот, кто хоть раз побывал на берегу реки, закинул удочку, поймал свою первую рыбу, он этого, во-первых, не забудет никогда, а во-вторых, есть высокая вероятность, что станет все-таки заядлым рыбаком. Вот вы, скажите, пожалуйста, любите прорыбачить? Да, я люблю порыбачить. Вообще рыбалка – это отличный способ сменить обстановку, побывать на природе, как-то от рутины какой-то уйти. Поэтому, да, хорошее занятие. Ну и самый главный вопрос, который нужно задавать любому рыбаку – самый ваш большой улов. Вот покажите. Да, вот мы хотим понимать объем. Похвастать, как наши рыбаки ловят, особо нечем. Это щука примерно около килограмма. Но у меня есть все шансы увеличить в будущем свой трофей. Все еще впереди. Всего желаем, да. Чтобы все-таки та самая огромная рыба вам попалась. Ну, давайте вот о чем поговорим. Практически год назад заработали новое правило для любительского рыболовства в нашей стране. И насколько они были своевременными? Да, вы знаете, требовалась реструктуризация нормативной базы в области рыболовства. Накопились определенные вопросы с учетом практики применения правил. Нужно было устранить пробелы, снять излишние ограничения при любительском рыболовстве. И было принято весьма своевременное решение разработать новые правила. И вот они 29 июля исполняются ровно год, как они вступили в силу. Мы получили новый документ, разделили правила любительского рыболовства, правила промыслового рыболовства. Ну, то есть работа была сделана весьма своевременно. Давайте конкретно по этой работе пройдемся. Все-таки какие основные изменения появились? Что касается любительского рыболовства, то, наверное, стоит добавить, что позиция среди разрешенных орудий у нас появились экран телевизоры. Это очень важно. Значит, урегулирован вопрос получения удостоверения подводного охотника. Теперь только выдает его Белорусское общество охотников и рыболов. Также те водоемы, где подводные охотники могут рыбачить, а также лов рыбы на дорожку судов-двигателями, принимают решение обусполкомы. То есть перечень определяется теперь обусполкомами. И, кстати, стоит отметить, что в настоящее время перечень расширяется. Кроме того, принялись такие точечные изменения, которые коснулись непосредственно урегулирования пробелов. В целом концепция документа сохранилась, чтобы рыболовам было удобно, то есть они не запутались с применением новых правил. Поэтому такие, ну, точечные вот вопросы. Хорошо, а тогда глобальный вопрос в ответ на точечный. Кто и где может рыбачить бесплатно? В Республике Беларусь, в принципе, все граждане могут рыбачить бесплатно в фонде запаса рыболовных угодий. Единственное условие – это до пяти крючков на рыболова. Ну, и с учетом того, что появились экраны телевизора, не более двух экранов телевизоров на человека. То есть это бесплатно, пожалуйста, в фонде запаса рыболовных угодий граждане могут. И вот, кстати, периодически в нашей программе мы рассказываем о различных запретах. Давайте напомним и расскажем, какие вообще периоды есть и на какие виды рыб. Да, запреты есть. Вот не так давно закончился очень большой запрет – это весенний запрет нерестовый. Его сроки как бы уже прошли, но для уточнения можно зайти на сайт государственной инспекции. В разделе законодательства там все есть. Кроме того, есть запреты на вылов отдельных видов рыб. Вот в частности сейчас действует запрет на вылов сома еще в четырех областях республики. У него нерест продолжается? Да, у него получается два запрета в год. Ну, то есть это все запреты связаны с биологическими особенностями видов. У кого-то, как у щуки, у нее самая рана, то есть достаточно четырех градусов, чтобы она начала нереститься, поэтому на щуку наступает запрет в первую очередь. Поэтому вот эти все нюансы мы стараемся освещать. Ну, то, чтобы не запоминать рыбакам, всегда можно зайти на сайт госинспекции, либо в социальные сети и вот посмотреть. Ага, мы освещаем заблаговременно. Вступил запрет, например, на налимат, на щуку, на сома. Поэтому, ну, проще зайти. В общем, информацию проще проверить, а потом уже отправляться на рыбалку. А что делать в случае, если все-таки вот я вышла рыбачить? Да, мы представили сейчас эту картину. И поймала щуку, а потом узнаю, что сейчас на нее запрет. Вот она у меня на крючке, вот тут у меня телефон, в котором написано, что щуку сейчас ловить нельзя. Что делать в этой ситуации? Очень-очень просто. В законодательстве этот вопрос урегулирован. Нужно выпустить ту рыбу, которую ловить нельзя, ну, например, щуку, естественную среду питания, там, где вы ее споймали. А если она не выживет? Я уже понимаю, что она не выживет. Если она попала на крючок. Не имеет значения. Обязательно нужно выпустить среду питания, вне зависимости от состояния рыбы. Это закреплено в правилах, поэтому в лове оставлять, ну, то есть в садке ее нельзя. Кстати, белорусские рыбаки, они ответственные? Они нарушают или не нарушают закон? Ну, можно сказать, что у нас большинство рыбаков, конечно, ответственные граждане. Они нам и помогают, в том числе информацией, поэтому, да, у нас больше... Не приступают, в общем, к эту черту. Или все-таки... Тем не менее, я уверена, что наверняка есть какие-то правонарушения, которые повторяются раз за разом. Вот что чаще всего нарушают? Какое правило? Чаще всего мы сталкиваемся, конечно, с незначительными нарушениями какими-то, да, то есть малозначительные. Это парковка, например, ближе к метрам от уреза воды. Это актуально сейчас. То есть если мы подъехали в берегу, поставили палатку, разложили удочки, так делать нельзя? Палатки ставить можно. На машине, на автомобиле. Да, а парковать автомобиль ближе к 30 метрам от уреза воды, конечно, нельзя. А тем более уж заезжать в саму водоем и начинать там мыть машину. Да, дорогие рыбаки, давайте, пожалуйста, уважать рыбу. Да, надо это иметь в виду. Ну, конечно, кроме этого, есть и грубое и серьезное правонарушение, которое выявляется госинспекцией. Это факты и браконьерства, да, использование запрещенных различных орудий рыболовства. К сожалению, такие факты тоже есть. И это будет предупреждение или что-то посерьезнее для рыбака? Что касается использования законных орудий, то тут несколько условий есть. Если гражданин добровольно возмещает вред, он согласен, не привлекался, то, скорее всего, к нему будет примена мера наказания в виде предупреждения. Да, если же гражданин наловил на уголовную ответственность, когда вред превысил 100 базовых величин, то, соответственно, серьезные последствия. Давайте для того, чтобы как-то немножечко расслабить нашего зрителя, рыбака, который сейчас, мне кажется, напрягся и начинает уже читать правила, расскажем какой-нибудь курьезный случай, который произошел вот все-таки на рыбалке. Не у вас, у тех людей, которых в итоге поймали. Ну да, был такой случай интересный. Компания рыболов приехала на дачу отдыхать, там небольшой был пруд. И после непродолжительного отдыха решили порыбачить, ну, нетрадиционным способом. Взяли с собой петарды. Для петарды ловить собирались? Да, пытались поймать петарду. Оглушить? Наверное, оглушить. В общем, было несколько безрезультатных попыток это сделать. Ну, естественно, петарда для рыбы вред не причиняет. Но испугать может? Испугать, конечно, может. Вот. Но, слава богу, среагировали граждане местные и позвонили, сообщили об этом факте. Но, значит, до последнего человек не мог понять, почему рыба не клюет. Да. А вы приехали, а в водоеме было очень много испуганной рыбы, правда? И салют закончился. Спасибо вам большое. Мы желаем хорошего дня. Ну и поздравляем с вашим профессиональным праздником. Чего нужно желать рыбакам? Вот такую рыбу? Ну, не хвоста, не чешуи. Вот. Теперь знаем. Спасибо. Желаем, желаем как раз-таки этого. И напоминаем, что во Всемирный день рыболовства в нашей студии мы пообщались с начальником отдела контроля за охраной и использованием объектов животного мира. Государственная инспекция охраны животного и растительного мира при президенте Республики Беларусь Владимиром Домбовским. Редактор субтитров А.Семкин